Так, вот сегодня у нас 23 мая 2020 года, в субботу, я попросил сестру Елену меня привезти на мост железнодорожный. Тут большие воспоминания не мои, я что знаю про это. Вот, вот это вот, Барнаул, прямо перед самым уже, а на той стороне тут железнодорожный мост. У нас большие, там высокие, там стоят фермы какие, огромные-огромные, как телевышки. И там высокое напряжение, идет город, там на той стороне видно, это Новоалтайск. Это большой город, город настоящий, но его как-то умеют они считать, ну, как бы находятся к окраинам Барнаула. Я не знаю, куда зайти-то мы выйдем, давайте туда пойдем. А вы его можете отпустить по длине, чтобы он бегал, ходил. Да, тут никого нет, вот так вот, за руку держите его. Вот сейчас мы идем. Вот видите, как здесь, вот это, это не, вот где мы сейчас идем, вот это не насыпное. Потому что вот это земля, край и тот, они сходятся, вот с тем местом, которое повыше идет. Вот это вот, его вот это вот копали, вот это убирали. Вот эта земля убрана была, тут размерили они как из этой. И мой отец тут работал, как он говорит. Ну, можно туда пройти. Вот здесь можно спуститься. Да. И говорит, землю вывозили куда-то, и вывозил он ее на собаках. Землю, не было транспорта. Сколько собак там у него было в упряжке, я не знаю. Ну, работать негде было. Так, смотрите, чтобы вас не потащил вниз. Поэтому сразу... Вот я хотел прийти сюда. Вот это вот, тут где-то вот это все место, налево, вон там, жили люди. Видишь, как удобно, в стенке, как такая есть. Вот, это электричка идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вагонов. Хорошо. Вот мы сюда идем, и вот здесь копай город у них был. Я думаю, здесь. Сам я уже тут не знаю, вот какая глубина. Вот мы сколько сошли вниз, вот сейчас видно вот это. Вот. Смотри, чтобы она не потащила туда вниз. Вот, а теперь вот внизу, вот и фермы все это внизу. Ну, это коршун летает. А там, вы видите, какая-то, видимо, идет горячая вода. Может быть горячая вода, может быть газ даже. Посмотрите, сколько выкопано здесь. Это же очень много. А что там такое, там, за таким забором, за крепким? Неизвестно. Склады какие-то, или что? Тем более, деревьев много, старинное вон сооружение, видать. Трава вкусно пахнет. Да. Обычно так вот оформлено. Бывают это люди заключения, когда бывают. Так. А где мост-то? Дальше. А мы не можем туда пройти? Ну, по-то, по поверху или по низу? Поверху пройти надо. Мы можем, можем. Поднять сюда. По дороге. Да. Но нам вернуться надо. И вот если копали, они где-то, может быть, в верхнем слое где-то. Любую палку, говорит, найдешь, говорит, сверху положили, там, чем попало, закидали, люди жили. Жить вообще негде было. Так это назывался копай город. Как вот купи-продай. Вот облака какие. Вот мы уже находимся на в низинке. И ниже нас вот идут столбы. Вот смотрите, какие фермы идут. Это ниже нас. Электрические. А выше, вон, который идет, насколько выше газ там или вода. А там вообще, не знаю, сколько тут метров. Ну, думаю, больше десяти. Больше. Ну, больше, да. Так. Пошли наверх. Пойдемте-ка. Мы можем туда не идти далеко, а вот здесь подняться. Поднимемся, нет? Нет. А ну-ка, попробуйте. А тут могут быть пьянки. Ну-ка, давайте. Если пройдет, то я за вами. Так, ну еще тут такого как будто больше нету. О-о-о-о. Какой здесь? Здесь если все, ковыркнешься, так и пойдешь вниз. Ладно, я аппарат уберу. Лена поднялась. Вот оно как. Вот здесь мы идем. Видно, что это Октябрьский район. Я в нем никогда не жил в Октябрьском. Железнодорожном. А потом уже в центральном районе. Вон какой длинный забор. Сейчас я подойду. У-у-у, как здесь дорога идет вниз и вниз и вниз. И вот насколько ниже, мы насколько ниже. И ниже нас фермы. Железнодорожные вот это, ну, натянутые провода, электрички идут. И мы идем к мосту. Туда я хотел сходить. Из всякого строительства, какое я знаю. Мнежелезнодорожные мосты, ну, не считая подземные. Я никогда это не строил. Считаю. Подожди, подожди, подожди. Подожди, у тебя смотри на глазах-то еще тут их. Подавить надо, подожди. Как только придем, так он сразу так ноги заедет и обтирает. Потому что с двух сторон материя. Тут ничего не скажешь. И вот здесь, если смотреть, тоже идет наверх. Вот я маленько подойду, гляну, насколько выше. Ого-го-го-го. Здесь вода текла, пробила сколько. А здесь вот оно идет. Высоко-высоко. Тут еще, там уже дома растут, строены. Ну, в частный сектор. Тут обрушения не будет. Потому что естественное сокрушение земли тут установлено и некуда. Вон на той стороне, видать, богатая растительность. Вот мы подошли к этому мосту. Я думал пройти, поснимать старый мост. Поезда бегут вон подальше. Тут что-то тупиковое у них, одна веточка стоит. Ну, видно, не работающая. И дальше подняли эту, тут была для машин. Они ее, видишь, как высоко подняли. Ясно дело, а куда дальше? А может быть, она и так и была. Ну, во всяком случае, теперь не ходовая там. А там вот еще, это опь настоящая. Вот еще могут сказать, что нельзя снимать, но тут нет знака такого. Поэтому тут ничего и нет такого, не военный объект. А вот издалека видно было, какие высокие, высоковольтные. Видишь, что у них? Три, как назвать, поперечины. Большое. Ага, над водой. Вот на берегу, а дальше следующее. Уже на той стороне. Видимо, на просадку провода сделано. Вот поверху идет. Мужчина тут все-то. Вот я очень хотел тут побыть. Из всех строений, какие мне приходилось так вот видеть, ну, просто сверху, неподземные. Считаю, мост это, вот, это сеткой обложили камень, чтобы его не сдвигали, не избивали никуда. Так это принято. И сетка такая, она не гниет. Вон она дальше идет. Встать можно, встать, встать можно. Да. Я поснила. Угу. Повыше, что ли? А вон она, там тоже сетка у них навалена. А это вот ограда. 40 градусов, 40 километров для машины. А что это означает? Если нельзя проехать, да какие 40? И обгона нет. Это, может, ранешние остались? Да. Не знаю. Ну, везде много-много-много зелени. Там видно краны. Похоже, стоят они прямо... Сюда встаньте, повыше. Ну, да. Вот меня привезли сюда, чтобы показать с ураганом. Ну, отсюда домой мне идти пешком можно было бы. Я бы до завтра доколепал. Вон там, вводочка, видно, есть кто. Могут еще пристать. Вот здесь Копай город был, наверное. Вот они какие. Вверху провода. Самое сложное такое, где люди скопления, я знаю, это тюрьма. Очень сложное. Вот сейчас я сфотографирую это. Там он на той стороне, какой-то катерок идет. Вон он, выплывает. Я не знаю, видно, не видно будет. Там все, сколько людей есть. Вот 3700 человек. И каждую минуту нужно знать, кого вызвали, куда на допрос, куда повезли. Мылся, не мылся, передачка. Ну, все, 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 все. И каждый человек. Чтобы двое по одному делу идут, не попали в одну камеру. Ну, то есть, сложнейшее. Считают, что вот корабль летит на космический. Да, в сравнении с подводной лодкой, игрушки. Я смотрел, где они там провода и прочее. Все в одном. А это сколько отделов. Из каждого почти отдела можно руководить всей лодкой. И при том погружается, поднимается, наклоняется. Быстро погружение. Так и здесь. Мост. Это мост. Тут когда-то дежурили солдаты. И я читал, солдат один замерз на посту. Полностью. Умер. Ну, и здесь можно маленько снять. Там кто-то вроде бы что-то есть. Машина. Что тут делают-то? Столько народу-то. Машин-то. И что тут делать, если там проход закрытый? Да, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 машин. Можно думать, что еще кто-то есть. Ну, все, уходим. Вот старые, какие быки у него, у моста. Быки вот эти. А здесь вот вода течет. И наложены сваренные рельсы. Видишь, как все сделано умно. Ага, вон они как отгородились. Это Барнаул. Город Барнаул. Тут ограда. Туда идти, а что идти, там ничего и нету. Везде все огорожено. Никуда не попадешь. Тут проехали, мы спросили их. Они говорят, там все загорожено. Вот это, опь, рыбная река, судоходная. И там видно, где краны, издалека он вижу. И очень похоже, что они эти краны, эти как-то, кран-балки называются. Не знаю, забыл уже все. Они именно в портах работают. Портальный кран. Уходим. Никого нету, никто за нами не следит. И слава богу. Поезд. Так. Кажется, 11 или 12. Вот они зашли где. На какой скорости пролетают через ОПИ уже на той стороне. Мудрость человеческая, как делать. А тут загорожено-то все. И дальше идут ограды. Туда не попадешь рукавами. Все правильно. Там люди ходят. Вот мы отошли немного. Ну, где смотрели. Там машины. И вот какая глубина. Вот балка идет. Вот поезда бегут. А там первая площадка. Потом вторая идет. А на второй даже третья идет. Это вот все поверху, если взять. И вот сюда провести на ту сторону. Тут точно так же площадками идет. Ну, тут ничего нету. Деревья. И вот эта земля, где мы идем, выше нас сколько было. Ну, и расстояние-то какое тут. Ну, метров 300-то есть. Вот если поверху-то брать. Это все увозили. Вот отец говорит, на собаках возили. Как, куда. Не знаешь даже. Ага. Комариков с него согнать. Вот это девчонки там балуются. Ну, там какая-то дорожка есть. Я не знаю, где тут, как увидеть-то их. Вообще не видно. Они теперь что там думают? Что их снимают? Играли, перестали играть даже. Вот эти ящики, где-то они базисула должны идти. Вот они. Все, он отсвечивает. Ой-ой-ой. Если даже подняться тут кверху, то ничего из-за деревьев не увидишь. А вот туда перебраться, если там увидишь. Ну, допустим, я решил бы сейчас на ту сторону попасть. Допустим, сумел бы я перелезть туда. А ограды тут никакой нету. То есть, ничего нет такого, что если бы я спустился вот здесь, как-то, и потом бы как-то там залез бы сверху, как-то, и посмотрел бы на ту сторону через деревья. Ровно или неровно. Пошли. Вон, где мы опускались. Дорожка идет. Да. Эти трубы, непонятно, что в них. Получается, две трубы, проходы с двух сторон у каждой трубы. Ну и проход запрещен. Вот мы подошли поближе, увидеть, как оформили. А там он наверху, какое-то здание, уже прямо напротив его. Видно, не сегодня строили его. Ну и тут все. Яма там внизу, дальше будет поезда бежать. Подошли, тут вот этот вопит. Еще вопишь. Пойдемте домой, уходим. Забереживал. Так, подожди. Видите. Так, сразу тут показать. Интересное сооружение, вот, красное. У них вверху, видать, что-то вставлялось крепкое. А тут забетонированы. Одна на укос. Дальше одна вертикально стоит. И второй. И на уровне машин, видимо, ну, не проезжали, чтобы на мост. Таверна. Автомойка. И вот тут тоже. Что-то загорожено плитами. Я хотел тут побыть. Она меня привезла, Елена. Побудем здесь. А вот цепи висят. А что это означает? Едет большая фура. Цепи по ней бренчат, а она слышит. А, может быть и так. И возвращается. Это вполне может быть. Вон она, фура стоит. Это ограничение по высоте. Грузовик не проедет. Вон как. Прекрасно. Вон они снесли. Видите, лазу. Второй самый мост. Ну, поехал куда. Стоматология. Мне надо узнать, где улицы Шевченко. Посмотреть. Шевченко улица. Посмотрите потом. И сколько улиц до нашей? 15. Я пешком прошел. Максимум удовольствия. Ну, видишь, это хорошо. Ну, что, сейчас мы будем сажать его. Подводи сюда. И туда веревочки забросишь подальше. Откроем их команду, дашь. Спокойно. Все. Кидай туда мне веревочки. Поводок туда кинь. Дальше. Ну, ну, ну. Сидеть. Куда? Все. Потихоньку. Закрывай, чтобы хвост ему не прижать. Так, потихоньку. Ну, и все. Уходим.